Людей забыли на месте строительства 4-го моста. Дом на улице Ломоносова. Городостроители увидели в плане, когда расселяли всех, чтобы построить будущую развязку. Дети, жители этого дома, невидимки, теперь гуляют по неогороженной стройке. А вот, к примеру, скорая помощь проехать не может. Наталья Ковальчук с подробностями. За моей спиной единственная дорога, по которой можно добраться до дома номер 87 по улице Ломоносова. Если не видно, то я отойду. Вот она, собственно, та самая единственная дорога. Рядом разбирают дом, еще утром он был целый. Ничего здесь не огорожено, и насколько в шаговой доступности от этого места живут люди, видно, я думаю, сейчас хорошо. Все разъехались, и одни тут живем. И только строители ходят. Совсем не пускают нас домой. Технику так ставят, что на машине сложно проехать. Пылища огромная вообще. Одних. Когда-то у Ильи и Савелия здесь были друзья. В общежитиях и своих домах. Всем достались квартиры. А с этим домом на несколько семей однажды город уже не посчитался. Построил мелькомбинат. Но это было более приятное соседство, чем опасные развалины. Кабель висит. Это идет 380. Вы поглядите, на гараже. Мы вот так вот ездим. Здесь дети. 380. У нас маленький ребенок, 2 годика. Нам вообще с ней прогулять. Она кроме паровозиков и вот этих вот отвостриц, она ничего здесь не видит. Потому что гулять здесь негде абсолютно. У меня мама после инфаркта. К ней на скорой тоже не подъехать. Вот вчера ругались. Понимаете, везде пишется, дом ваш не аварийный. Здесь он не попадает ни под какие сносы. Вы никому не мешаете. Живите как хотите. Полтора года жители дома ходят по разным инстанциям. Сокрушается, что юристов среди них нет. А потому сильно грамотными их обращения, наверное, не получаются. К счастью, юристами, экономистами и строителями богатые представители власти. В настоящее время документы о том, что он подлежит сносу в связи с муниципальной нуждой, готовятся. И буквально в ближайшее время мы начнем уже работать с гражданами в части выяснения того, какие жилые помещения они занимают, площадь, документы на эти жилые помещения. Ну и если все будет в порядке, если граждане согласятся на условия приселения, предложенные муниципалитетом, они будут расселены до конца года. А мы будем следить за развитием событий. Наталья Ковальчук, Григорий Зимин, Сергей Подлевский, Вести Красноярск. Субтитры создавал DimaTorzok